В этом зале пока пусто, но скоро здесь появится научный бар НТВ. Мы его специально построим для того, чтобы раскрыть главные тайны русского похмелья. Здесь мы будем подвергать испытаниям, казалось бы, незыблемые истины. Например, все вы уверены, что пить надо по увеличению градуса, а наука с этим не согласна. В эксперименте участвуют 20 добровольцев. Сегодня вам предстоит выпить много, но под шутким наблюдением врачей и ученых. Внимание, у каждого из вас будет свое задание. Мужчина или женщина, кто из них быстрее пьянеет? Пить по увеличению градуса или по снижению? А у вас будет самое сложное задание смешивать все подряд. Ну и наконец, можно ли пить и не пьянеть? И существует ли она на самом деле? Спецтаблетка КГБ. И как правильно рассчитать свою норму, чтобы не было последствий? И мы не просто дадим нашим добровольцам выпить. Все, что происходит в их организме, анализируют самые современные приборы. А контролировать процесс будут ведущие специалисты Национального научного центра наркологии. Это лучшие в нашей стране эксперты по научному застолью. Все готовы? Тогда поехали. Клюкнуть, вздрогнуть, тяпнуть, жахнуть. В русском языке более ста глаголов, обозначающих выпить. Мы уверены, что знаем о водке все. Тогда почему нам так плохо? Кто подменил русскую водку? Телекомпания НТВ полезла в бутылку, чтобы раскрыть главную тайну России. Водка. Часть 2. История всероссийского похмелья. Нашим подопытом спиртное пока только разливают. Но прежде чем пить, давайте разберемся, а зачем мы это делаем. Если вы хотите, имея минимум алкоголя, достичь максимума эффекта, лучше сразу вколоть спирт в кровь. Или, например, в США. Там существуют клубы любителей выпить виски, как бы это сказать, культурнее, с помощью клизмы. Некрасиво, но эффективно. А как же выпить так, чтобы было эффективно, но при этом все-таки не отходить от стандартного способа употребления? Сначала они выпили по первой, без закуски. Потом по второй, без закуски. Обратите внимание на объемы. В огромном бокале граммов 100, во втором не меньше 50. Вроде прикинешь, что такое 150 грамм для русского, да и для белоруса? Ведь это без закуски. Потом это только первые два тоста. Впереди банкет. Для сравнения, музыкант-кулинар Андрей Макаревич почти столько же выпивает за вечер. Ну, грамм 170 в течение вечера. Больше я не выпиваю. О том, что хозяева Кремля пользуются старыми секретами советской разведки, как пить и не пьянеть, слухи по миру ходили еще во времена Брежнева. Кто-то из американцев сказал, а можно мне попробовать ту водку, что пьет именно господин Брежнев? Ну, там отделался Брежнев какой-то легкой шуткой. А в эпоху Ельцина без всяких слухов директор ЦРУ лично видел, что первого русского водка не берет. Когда президент Ельцин пригласил меня на ланч в 93-м, он многократно произносил тосты, а я за ним не поспевал, потому что он с каждым тостом выпивал до дна стопку с водкой, а я пил маленькими глоточками, и водка его не брала. Можно ли пить и оставаться трезвым? Итак, вернемся к нашему эксперименту. Сегодня в нашем научном баре мы проверим самые популярные способы ухода от градуса. Вариант первый. Съесть перед выпивкой жирного. Номер 14. Съесть два бутерброда с маслом. Второй способ. Проглотить порцию активированного угля. Уголь надо принимать до или во время? За 40 минут до приема этанола мы принимаем уголь. Ведущий сотрудник Национального центра наркологии Анна Калинина, руководитель научной части нашего застолья. Добровольцу под номером 15 она предлагает третий вариант. Антипохмельный препарат. Это вот тот самый препарат, который испытывали еще... Да. Во времена Брежнева? Да. Ну и, наконец, четвертый рецепт. Самый доступный, но почему-то малоизвестный. Бытует такое мнение, что печень надо разогнать. А что значит разогнать печень? Приучить к будущему приему. Приучать печень будет номер 16, опять же, за 40 минут до начала банкета. Принимает по 20 грамм водки. Не запивая? Не запивая. По 20 граммов надо будет выпить две порции. Цифру ученые высчитали, исходя из веса испытуемого 70 килограммов. То есть он будет резвее остальных? Он будет резвее остальных. Очевидно, пьянее остальных станет эталонный образец. Чтобы было с кем сравнивать, доброволец под номером 17 будет пить без закуски и без запивки. На старт! Внимание! Марш! Поехали! Понятно, что наш эксперимент самой сутью расходится с логикой застолья. У нас почему-то этим принято бравировать. Я вчера две бутылки выпил, вообще был трезвый. Хочется спросить, что ты их пил тогда? Зачем? Но представьте, что вы разведчик, или скажем, вас позвали за стол переговоров с участием хорошо пьющих начальников. Пить надо, как все, а пьянеть меньше. Закуску маслом нам рекламировал еще финский любитель русской водки. Возьми грамм 250 масла следующего и ешь его. Тяжело. Вот любой из нас попробует. Просто взять 250 грамм масла, вот так, просто кусок, и ешь его. Ну, тяжело. Хоть и тяжело, зато действует. Почему же? В качестве модели возьмем мешок. Допустим, вот это желудок. Заливаем в него водку. Как и следовало ожидать, она просачивается. Это значит, спирт уходит по капиллярам. А теперь рецепт Вилли. Итак, выворачиваем желудок маслом внутрь. И, опять же, заливаем водкой. Конечно, и здесь просачиваются капли. Но это мелочи, получается, мы пьем и не пьянеем. Вот если бы вы сами себе отрезали масло, столько, сколько вы обычно используетесь. Прям такой большой кусок, да? А не опасно это? Ну, абсолютно даже спасает. И получается, водка не действует? Ну, почему она действует? Ну, вообще, можно выпить очень много. Водки можно выпить много. Ради этой святой цели мы забываем о побочных явлениях. Ведь врачи отмерили ему порцию 50 граммов масла. Но наш народ как рассуждает? Чтобы действовало наверняка, надо съесть 250. Это очень большой удар для печи. Неизвестно, что вперед появится. Отравление алкоголем или острый панкреатин. И это еще один миф, что закусывать надо обильно. Обильная закуска под водку может быть смертельно опасной. Это вообще чисто русская история, потому что во всем мире крепкие напитки не закусывают. Когда человек выпивает крепко и ест, он жрать начинает в два раза больше. Автор книги «Занимательная наркология» Андрей Макаревич для себя он давно ответил на главные застольные вопросы. Зачем? Получать удовольствие. С кем? В компании хороших людей. И как? Я никогда бы не стал водку запивать. Закусывать или запивать? Что бывает с теми, кто не делает ни того, ни другого, многие из нас наблюдали на выпускных вечерах и последних звонках. Скажи привет в камеру. То же самое едва не случилось на эксперименте. И то лишь потому, что рядом были врачи. Придерживаюсь. А часто бывает, что пьешь водку и не закусываешь? Нет. Привет. Первое и единственное. Я предпочитаю, как это называется, есть и запивать тому, чтобы пить и закусывать. И все же, закусывать или запивать? Участник застолья под номером 9 пил и ел. Доброволец под номером 10 пил и пил. В качестве запивки выбрали воду. Очевидно, что победил тот, кто закусывает. Потому что действие алкоголя на желудочно-пишечный тракт, конечно, более спокойное, когда человек закусывает. Если уж пить водку, возникает вопрос, а чем ее закусывать? Почему-то все у нас уверены, что идеальная закуска – это соленый огурец. А кто-то предпочитает занюхать хлебушком. Интересно, что скажут профессионалы. Итак, за этим салом мы собираем врача-нарколога, эксперта-диетолога, ресторатора и просто человека, который не проще выпить. Когда я пью водку, я пью свою собственную русскую душу. Итак, у нас есть классический набор русских закусок. Задача – разделить все эти блюда на три группы. Третья – то, что под водку ну никак не ложится. Никогда нельзя водку закусывать виноградом. Вторая – может пойти на закуску, но не идеал. Бутербродик с икрой, салат оливье. Наверное, это уже неплохо. И, наконец, первая группа – лучший из лучших. Ешьте вот этот замечательный пирожок. Он совсем не тяжелый. Чтобы окончательно не запутаться и не объединить от разнообразия, они решили подходить к порядке очереди. Первым идеальную для себя закуску стал искать Андрей Бельжо. Квашеная капуста – отлично. Селедка – изумительно. Переезжает сюда. Огурчики соленые, селедочка. Квашеная капуста, красная икра. Студень и сало вместе с хреном. Сюда же мы вдогоночку. Можно блинчики к красной икре. Отлично. Бывший психиатр, а ныне ресторатор. Бельжо категорически отверг и сладкое. Все, что содержит в себе сахар, сахарозу, фруктозу, глюкозу. Принципиально не стал связываться с запивкой. Вообще сладким запивать водку ни в коем случае нельзя. И вообще лучше водку не запивать. И как-то прохладно отнесся к мясу. Вынес его во вторую группу. А вот нарколог, наоборот, мясо перенес в первую. Я советую мясо. Мясо с картошкой. Я считаю, что это оптимальный вариант. Ни соленый огурец, ни квашеная капуста, и даже ни селедка, и ни икра. Для нарколога закуска номер один – картошка. Как губка впитывает в себя алкоголь и не даёт алкоголю быстро начать всасывание в желудки. Картошка в качестве закуски к алкогольному напитку – это оптимальный вариант, благодаря высокому содержанию крахмала, который способен адсорбировать продукты окисления талона. Вот он, секрет для тех, кто хочет пить и не травиться. Закусывайте картошкой. А что же насчёт пить и не пьянеть? Вернёмся к нашему научному застолью. По логике, таблетки активированного угля не хуже картошки, должны были бы впитать в себя весь хмель. Уголь не способен адсорбировать на себе этиловый спирт. И действительно, человек в животе с углём с трудом справился с рулём. А вот потребитель масла, наоборот, сначала держался. Сколько? Не знаю, сколько налил. Пять. Но масло растворилось, и остапа понесло. Явно лучше обстояли дела у припугнувшего печень. Впрочем, алкоголь делает своё. На ель, ворона, громоздясь, поздравствовать, бурно совсем больше, что вороваясь. Итог таков. Лучше всего действует припугивание, так называемое, печени или активация ферментов до застолья. Спецтаблетки действуют очень неплохо. Про состав этих некогда секретных таблеток мы расскажем позже. А пока от научного застолья вернёмся к президентскому. Давайте проследим за президентской бутылкой. Первое. Она не стоит на столе. Её всегда носит с собой официант. На самом деле человек из охраны. Вот он налил. Причём из этой бутылки налил только Ельцину. Дальше официант закрыл пробку и незаметно передал бутылку в руки другому секьюрити. Это старая кремлёвская традиция. Не пить с гостями из одного кубка. Тоже было и с Брежневым. Но факт остаётся фактом, что там была на самом деле просто вода. И чуть хитрее обстояли дела у Хрущёва. В шкале. Настолько хорошо он был как-то сделан, что вот не видно было, особенно когда наливаешь жидкость прозрачную, ну водку, короче говоря, в этот бокал, то на самом деле водки там может быть грамм 20. Впрочем, рюмок с двойным дном мы дома не держим. И если пьём, как правило, для себя. Вот только чем закусывать на здоровье. Подведём итоги. Ресторатор-психиатр Андрей Бельжо выбрал для себя блины с икрой. Писатель Виктор Ерофеев селёдку. Нарколог-психиатр Алексей Моголев картошку. А вот диетолог предпочла водку запить. У меня вопрос собравшимся здесь. Скажите, пожалуйста, а существует вообще понятие такое культурное распитие водки? Водка, по сути дела, отвратительный напиток по вкусу и так далее. То есть задача закуски не дать водке очень быстро проскочить через желудок, попасть в кишечник и всосаться. Организм делает выбор за нас. Ведь если мы все эти множества сложим, обнаружится вот что. Что идеальным с точки зрения всех является сочетание соли и кислоты. Либо кислой, либо солёной. Почему? Потому что самопадание спирта в организм вызывает нарушение электролитного баланса, вымывание солей и защелачивание крови. И поэтому мы как бы, организм требует того, чтобы мы подкислились немножко. Никогда с алкоголем кислота не сочетается. Этиловый спирт, любой спирт распадается до кислоты. Метиловый до муравьинный, этиловый до уксуса обыкновенного. Утром хочется пить ацидоз в организме. Его нужно загасить. Лучшее средство для загашивания вот этого ацидоза – это боржомия, которая в нашей стране сейчас запрещена. Вода. Щелочная вода. Марина Львовна, вот вы как человек от науки, да, в тот раз, вы же нам сегодня признали, что бывает. Знаете, мне придётся, видимо, дома объяснять, почему я попала сегодня в такую компанию. Но я думаю, что я с вами, как говорится. Я вам могу рассказать, что поскольку у нас в лаборатории одни женщины, и мы дегустируем водку, нам иногда приходилось по 200-300 образцов в день водки пробовать. 200-300? Да. Нельзя ничего есть вообще. Вот вы видели, когда мы пробовали. То есть нельзя закусывать во время такой? Банки, кусочек хлеба и всё. Всё остальное мешает восприятию вот именно водки, как напитка, его чистоты, восприятие и так далее. А что касается быта, у меня, конечно, есть тоже свои представления, да. На самом деле всё зависит от того, что вам хочется – опьянеть или как можно дольше продержаться в компании. Так, итак, дайте совет. Если у нас задача опьянить, то? Тогда не надо вообще есть. Ни до, ни после. И действительно, можно только занюхать чёрных пледушек. А если наоборот хочется… А если наоборот, тогда они совершенно правильно сказали, я как биохимик говорю. Надо, конечно, обязательно съесть что-то жирное вначале. Так разведчиков учили, кстати говоря, пить, да. Обязательно что-то жирное надо съесть, тогда этанол не всасывается так быстро в кровь, опьянение наступает так быстро. И в процессе, значит, питья, да, длительного, обязательно надо есть что-то существенное. Я согласна с вашим… Подождите, поделитесь подробнее вот этим рецептом для разведчиков. Значит, что нужно съесть и за сколько до первой столицы? Ну, хотя бы кусочек сливочного масла. Какого размера? Ну, когда мы начали пить. Чайную ложку. Это помогает. И за сколько там, за 5 минут до застой? Минут за 15. Вы, правда, меня в гроб гоните. Я как главный специалист выступаю по пить её водке. Я хотел бы задать вопрос, уважаемый эксперт, если водка такой противный продукт, и его нужно закусывать, может поставить вопрос в другую плоскость? Может быть, не пить? Вот такой вот радикальный вопрос у нас в голову не приходит. Значит, по поводу запретительных мер. Ну, я вообще убеждён, что, в общем, дальше понятно. Значит, в театре, где я однажды ставил спектакль, оперный театр, работал суфлёр. В оперном театре суфлёр – это навес золота, потому что перед ним не текст, а партитура. Он, это бывший оперный певец, который знает 40 опер, он диктует, он говорит не то, что... Он должен уметь читать ноты, понятно, да? Подготовить его невозможно. Этот суфлёр в первом акте нормально подсказывал оперным артистам, а в антракте напивался и нёс всякую чушь. Значит, уволить его нельзя, потому что подготовить нового полжизни надо. Его и били, и наказывали, что с ним только не делали. Бесполезно, напивается в антракте. Директор собрал всех, кто может посоветовать, и решили обложить его. Значит, проверять на входе в театр, проверять у входа в будку, в гримерную, там, в подвале. Запирать его. Напивается в антракте. Полезли смотреть, что он делает. Значит, этот хитрован приходил утречком рано, когда его не проверяли, его перед спектаклем обшманывали. Значит, он увязывал свою чекушку в угол занавеса. Занавес, когда открывается, начинается спектакль, он уезжает между деревянным и каменным порталом, и там тихо сидит. А в антракте он приезжает прямо перед носом, перед суфлёрской будкой. Он отворачивал, выпивал, закручивал, и после третьего звонка он уезжал обратно. Человеку, который стал запретить невозможное. Это любые административные меры не приведут ни к чему. Итак, у меня в руках бутылка, которая могла бы спасти Россию. СКС-211. Несколько странное название, но это та самая беспохмельная водка, которую изобрели ещё советские учёные. Её испытывали на себе даже члены Политбюро. А дальше был самый большой в истории человечества алкогольный эксперимент на людях. Два миллиона бутылок – два региона испытуемых. Почему до сих пор состав этой спасительной, возможно, бутылки известен лишь немногим специалистам? Дима, прими там, пожалуйста. Прими мой труп. Позади Магадан, впереди Ивенкия. В этот край далёкий даже не всяким самолётом долететь. Пришлось ждать грузового борта. Для профессора Мирона Этлеса эта дорога назад в будущее. В начале 80-х неприметный учёный с палочкой был здесь по заданию ЦК. Партия и правительство по большому секрету поручили генетику спасти Север от пьянства. Программа «Минимум» – избавить жителей заполярных широт от похмелья. Итак, с севера Ивенск. Профессор прилетел на родину эксперимента. То, что мы здесь проводили, это называется полевые испытания. Или, по-другому, полигон для испытания определённого изделия. В Ивенск изделия высоких технологий, напиток «Золотое руно» завозили под надзором учёных и КГБ. 5,5 тысяч бутылок – это в течение одной недели. В администрации говорят, спецводку поставляли из расчёта бутылка на человека в неделю. Завезено было где-то в пределах 540 тысяч бутылок. Они были, естественно, выпиты все. Они были выпиты настолько естественно, что от полумиллионной партии не осталось ни одной бутылки. В память только тот самый вкус. Ощущение обалденное, понимаешь? А, ну, привыкли, что водку там по пузырю выпили, значит, обязательно там, ну, пьяные должны быть или ещё что-то. А тут, знаешь, такой далёкий, что такой звон или гул. Нету ему, это, тяги к похмелью. Можно выпить и не похмеляться. Вот в чём там было. Да, ну, надо. Самый, самый, я тебе о чём говорю. Мы покопили, вот такое ощущение, чувство опасности. Пьёшь, пьёшь, а как-то вот дури, как от нашей водки, нет. Я с таким чувством и уснул, утром проснулся. Ты знаешь, вот, обалденное чувство, вот хочется взлететь. Ну, знаешь, вздохнуть полной грудью, там, не знаю, гири схватить, там, ещё что-то. Наслушавшись рассказов про утро с гирями, мы отправляемся на поиски. А вдруг у кого-то завалялась хоть пустая бутылка спецводки. А я здесь золотым рыном занимался. А, А, Б. Не, я затем продавал. Ну, я... Я не продавал его. В нартах на шкурах профессор Этлес напоминает доктора Айболита. Но наш проводник на снегоходе не считает эксперимент доктора добрым. Ставит под сомнение органолептические данные напитка. Да она в кофе врагу не пожелает. И морально-этическую основу эксперимента. Как они выживут, не выживут, наш, наш овенский народ. Ну, и как видите, мы выстояли. Участник событий, водитель Николай, до сих пор уверен, это был настоящий заговор против водки. Белым людям в магазине давали, под полы белые. А так-то весь, все крестьяне пили вот этот суррогат. В Ивенске не знали. Суррогат, кроме них, пили ещё и в политбюро. Эксперимент шёл под командованием легендарного председателя Госплана Николая Байбакова. Для усиления кровообращения и работы всех органов человека. Вот документ под грифом для служебного пользования. Полной осведомлённостью о целях эксперимента обладают лишь руководители программы и ряд руководителей партии. Врачам поручили присматривать за процессом. А самое главное, сколько осложнений. Есть ли психозы или нет? Есть ли эксцессы? Бьют ли морды? Ходят ли лечиться, вместо того, чтобы пьянствовать? Эффект был налицо. График количества побитых морд стремился к нулю. Сокращалось число эксцессов, когда эксперимент вдруг прервали. А почему закончился эксперимент? Почему он так и завершился? По кочану тысячи раз объясняли, что попало под хвост вожжа Лихачёву. А кто кого-то укусил, Горбачёв Лигачёв или Лигачёв Горбачёв, меня это не волнует. Мы искали уникальную бутылку в Ивенкии, а нашли в Москве. Вот эта самая бутылка. Крепкий напиток. Золотое руно. В винотеке профессора Буланова всего одна бутылка, зато настоящий раритет. Последний экземпляр, то есть самый легендарный беспохмельный. Не водки поправляет профессор на стойке. Ведь золотое руно непрозрачное и по виду больше напоминает коньяк. Нет, полезных водок не бывает. Вообще, это протоплазматический яд. Она менее токсична, чем обычная водка. Открыть эту бутылку можно? Нежелательно. Мне по самому очень хотелось, но она в единственном экземпляре. Он сохранил не только бутылку, но и документы. И уверен, спасти Россию от похмелья помешала нелепая цепь исторических событий. Значит, 10-го числа, в день, когда умер Брежнев, должен был состояться секретариат Политбюро. Один из вопросов этот. Напитку фатально не повезло. День в день, 10-го ноября 82-го, умирает Брежнев. Про золотое руно на время забыли и наверняка вспомнили бы. Но к власти приходит Горбачев и в стране объявляют сухой закон. Я вам говорю, вводятся меры, будут опубликованы. Крутые меры. Уникальные съемки. 85-й год. Сутки до объявления сухого закона. Завтра читайте газеты и слушайте радио. И я сейчас не буду говорить. Мужчины, настраивайте радиоприемники. Пройдет всего несколько месяцев, и в Союзе начнут рубить виноградники. А ведь именно виноград, причем только один из его сортов, был главным рецептом спецводки. И вот еще не ягоды, а гребешки. Вот эти, обычно никому не нужные виноградные веточки, именно они едва не стали лекарством всесоюзного значения. И все же, не напрасно в Ивенске распили полмиллиона спецбутылок. Идея спецводки переродилась в идею спецтаблетки. Теперь с похмельем борются спецслужбы. Что касается Комитета государственной безопасности, то закрытые институты занимались всевозможными проблемами, в том числе и этой. Итак, мы проводим дебюстарствую спецтаблеток. Для этого нам понадобятся сами таблетки и, безусловно, тот напиток, с которого все и начинается. Берете таблеточки, две штучки, беленькие. Беленькие лучше? Здесь не церковь, здесь не обманут. Словите в рот и, как водой, запиваете водкой. Эти же таблетки мы проверяли и в нашем научном баре. Помните, активированный уголь не помог, масло перегружает печень, а вот таблетки, сделанные из гребешков винограда, показали себя с лучшей стороны. Спецтаблетки действуют очень неплохо, но они на втором месте. Мы уже говорили, что в вопросе пить и не пьянеть на первом месте технологии припугнуть печень. Проверить, как действует на пьющих само золотое руно, невозможно. Увы, наши водочники не берутся возрождать уникальный рецепт. У меня вопрос одному из экспертов-наркологов. Юрий Дмитриевич, ведь эта бутылка на самом деле могла спасти ситуацию, так? Действительно, это так, но история сложилась другим образом, что слишком явно положительный эффект, он не вызвал эйфории у нашего руководства. То есть, правильно я понимаю, не будь сухого закона, дальше у этого напитка была большая помощь? Это была перспектива, и мы исследовали эти экстракты каприма в экспериментах на добровольцах и получили очень обнадеживающие результаты. У меня вопрос следующего рода, да? Хорошо, значит, вот эти вещества, которые добавлены, они блокируют появление окисленного продукта, как я понимаю, то есть вот того самого мерзкого ацетальдегида, который вызывает похмелье. А вот пристрастие к водке алкоголизм не блокирует. Он не лечит, да, к сожалению. Естественно. То есть, значит, создается иллюзия. Все-таки похмельями является неким наказанием, отрицательным условным рефлексом. То есть, я вот выпил, мне плохо с утра, я уже думаю, а следующий вечер буду ли я пить. И, возможно, я не стану алкоголиком. А если у меня нет похмелья и нет некоего наказания, то получается, что в политбюро не были так уж не правы. Потому что алкоголизм до меня развивается, понимаете, в чем дело? Абсолютно правильно. Да, конечно, вероятно, вы правы. У нас в студии эксперт-генетик Светлана Александровна. У меня к вам вопрос. Вот эксперимент с капримом начался, когда заметили, что спиваются народы с севера. Скажите, вот правда, что у россиян есть некий ген, благодаря которому мы считаемся, ну, что ли, чуть больше алкоголиками, чем, скажем, европейцы. У русских нет никакого гена, который бы заставлял их пить. Другое дело, гены русских позволяют им пить водку, так же, как и европейцы. Вы, конечно, знаете, выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове. Оказывается, все это можно не только почувствовать, но и увидеть с помощью приборов. Итак, у нас есть доброволец, как вас зовут? Дима. Дмитрий. И профессор МГУ Александр Каплан. Александр, объясните, пожалуйста, что сейчас вот водружено у нашего испытуемого на голове? Вот сейчас мы пишем эту самую энцефалограмму. Мы видим, что это норма для взрослого человека. Так, наша задача понять, что происходит в голове человека в тот момент, когда он пропускает какую-то порцию алкоголя. На Сарнер, внимание, марш. Ну вот мы сейчас видим первый эффект. Сплошь идет артерит. На самом деле, я не ожидал, что так будет быстро, потому что первая фаза, это такое некоторое возбуждение, растормаживание речи, а потом уже релаксация. Но здесь вот почему-то сразу. Каков механизм влияния алкоголя на голову нашего испытуемого? Я прошу прокомментировать нашего научного обозревателя Павла Альбертовича Лапкова. Спирт – универсальный растворитель. В нем растворяются и жиры, в нем растворяется и вода. Что у нас в мозгу? Ну вот примерно то же самое, что здесь. Можно так сказать? Да, что вот есть нервные отростки, кабели, и они друг с другом соприкасаются, но сигналы не передаются, потому что они обмотаны изоляцией жировой. И вот спирт, как растворитель, он вызывает серию коротких замыканий по всему мозгу. При этом мозг не знает, что происходит с его хозяином. Мозг в шоке, он не знает, что человек выпил. Но мозг выделяет особое вещество, которое называется эндорфин, наше внутреннее обезболивающее. Ну, мозг же не знает, по голове ударили молотком, спиртом, человеку больно, он сломал ногу. Эффект примерно один и тот же. Выделяется внутреннее обезболивающее. И их побочный эффект – это эйфория. То есть мы, выпивая, охотимся не за непосредственным эффектом спирта, он причиняет мозгу боль. А за побочным. А за побочным, за обезболивание. Итак, пока алкоголь распространяется по голове нашего испытуемого, давайте разберёмся, что происходит в это время в остальных частях тела. Патроны, пистолет, стопарик. Ну, тюрморт, конечно, не спортивный, но эффективный. Итак, внимание, пьяный тест на меткость. Первую серию выстрелов спортсмен проводит на трезвую голову. А теперь стрелок берёт коньяк, выпивает. Да, ваша здоровья. Теперь вторая серия. Всё те же 10 выстрелов. Наглядно видно, что улучшение существует. Ни для кого не секрет, что 50 грамм коньяка улучшают показатели стрелков спортсменов, биатлонистов. Коньяк помогает стреляющим. Удивительно, ведь все мы живём в России и хорошо знаем особенности национальной стрельбы. Какая сволочь стреляла! Вот только всегда казалось, что это шутка. А тут мастер спорта, спортсмен-инструктор всерьёз заявляет о пользе алкоголя. Ну, в советские времена, при отсутствии жёсткого допинг-контроля, по крайней мере, это применялось и не считалось каким-то криминальным. До введения допинг-запретов наши биатлонисты даже на международные соревнования выходили со шкаликом за пазухой. Об этом, как никто, осведомлены учёные-наркологи. Вот в биатлоне принято сделать глоточек коньяку через маленькие фляжечки, через специальную соломинку или как-то трубочку. И полбеды, что алкоголь помогает при стрельбе. Он и водителю на пользу. Совсем не так давно нормой приемлемого употребления для водителей в целом ряде страны было 0,8 грамма на литр. В пределах такого содержания алкоголя в крови нарушений реакции при вождении автомобиля не возникает. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Нужный из той старой плеяды учёных, кто работал в НИИ наркологии ещё при советской власти. Этому человеку можно верить. 25-30 миллилитров водки в пересчёте на водку. Если говорить о вине, то это существенно больше. Это порядка 140-150 миллилитров. По версии профессора выходит так. Стопка водки, бокал вина или бутылка пива – это полезная доза. А теперь давайте высчитаем безопасную. Синдром постинтоксикации, синдром похмелья, принято считать, что он развивается при употреблении свыше 1 грамма на килограмм. Что это значит? Если бы я весил 1 килограмм, без последствий для организма я мог бы выпить 1 грамм чистого спирта. Но мой вес 75 килограммов, и значит, выпить я могу уже 75 граммов спирта. В случае с водой 75 граммов – это 75 миллилитров. Но спирт легче воды, и в случае со спиртом 75 граммов – это 95 миллилитров. Но как перевести эту цифру на реальные напитки? Водка у нас 40-градусная, поэтому 95 нужно разделить на 0,4. Получается 235 миллилитров. Четвертушка. Вино у нас 13-градусное, поэтому 95 мы делим на 0,13. Для меня получается как раз бутылка вина. Четвертушка водки или бутылка вина – неважно. Проникнув в организм, напиток пройдет пищевод, но жидкость не просто будет течь там, как через трубу. Спустится вниз, попадет в желудок, оттуда в кровь. С кровью устремится к мозгу, сердцу, ко всем органам, в том числе и к печени. Так вот, четвертушка водки или бутылка вина – для моего веса это то самое количество, которое печень в состоянии переварить. Дальше возникает вопрос – мужчина или женщина? Кто быстрее пьянеет? Мы возвращаемся в наш научный бар. Его зовут Анатолий, профессия экономист-международник. Норма выпивки – 400 граммов водки. Я большой человек, массивный. Ее имя Наталья, она домохозяйка. Порция – 300 граммов водки. Итак, наш испытуемый выпил. Сейчас путь водки, она пошла вниз-вниз по… В желудок. Да, попала. Да, как раз находится в раннем желудке настоящем. Чувствуете? Да, тепло. Всего один дринг, и Анатолий уже в состоянии эйфории. Мир для него становится приветливей, люди привлекательней, корреспонденты особенно. Хороший пример научно-популярной программы и научно-популярный эксперимент. Что это выпьем? До старта мы провели тест на критику. Помните, не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. Итак, Анатолию дано 20 фотографий женщин. Четыре, два, три. Каждую надо оценить по пятибальной шкале. Четыре, пять. Из ста максимальных Анатолий дает барышням всего 56 баллов. Но застолье продолжается. И вот уже у экономиста заплетается язык. Позавтракать было совсем уж собралась. Да, позадумалась. А сыра во рту держала. Падает микрофон. А, ладно, хотелось бы пошли, но ими не стану. Не надо, да. Не надо. Подкашиваются ноги. И в этом состоянии мы его снова просим оценить дам. В этот раз 71 балл из ста возможных. И говорит так сладко чуть душа. Голубушка. Как хороша. Ну что за шейка. Что за глазки. Позже эту тенденцию демонстрировали все добровольцы мужского пола. Выходит и в самом деле не родись красивой. В головном мозге есть зона, которая ответственна за любовные переживания. И поэтому при употреблении небольшого количества алкоголя эти зоны стимулируют. Появилось настроение. Интерес к жизни. Появляется некоторое веселье. Снятие блоков, расторможенность. Люди легко вступают в контакты. На тебе, на, 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 получай. И все же, кто пьянеет быстрее, мужчина или женщина? Анатолий и Наталья пьют наравне. Красивый и замечательный тост. Они оба в одинаковой физической форме. Ну все равно я вижу где что. Хоть я и напилась. У обоих с каждой стопкой разгорается огонек в глазах. Почти вас всех люблю. Пока экономист изучал фотографии абстрактных женщин, Наталья все больше заглядывалась на конкретных мужчин. Вот ты мне нравишься. Карау. У меня это самое, первая любовь была только. За таком я прозвоню. Расскажу новость. Пьяная дама себе не хозяйка. Сколько таких сцен мы видели в кино. Перед началом эксперимента мы предупредили участниц застолья, что будем у них брать кровь, чтобы измерить потом уровень тестостерона. Жизнь с низким уровнем половых гормонов можно сравнить как с просмотром черно-белого кино. Интересно, после стакана не станет ли и у женщин черно-белое кино цветным? Маленькая доза стимулирует половое влечение, большая, сильно угнетает. Вот и наша героиня сначала явно была на пике активности. Ах ты гад! На тебе, на-на-на-на-на-на! Храбрилась. Да на тебя, получай! Бессовестный негодник! А потом, посреди ночи, незаметно растворилась. Было показано, что женщины действительно пьянеют быстрее мужчин и переносят гораздо тяжелее, чем мужчины. Это правда. Женщины пьянеют быстрее. А вот то, что женский алкоголизм лечится хуже мужского, это миф. И тут, кстати, многое зависит от типа напитка. Итак, женский эксперимент. Шампанское или вино? С газом или без газов? Что безопаснее пить? Эльмира Ганимовна, как будет проходить эксперимент? В этом эксперименте принимают участие две женщины, здоровые. Валерия пьет шампанское у нас. Бутылку шампанского осилите в одиночку? Да. Приходилось? Приходилось. Пока девушки пьют на время, их соседи-мужчины пьют на смешение. На этот эксперимент нас надоумил все тот же разрушитель мифов профессор Нужный. Казалось бы, железобетонное правило любого стола. Если мешать, то уж точно по увеличению градуса. Это действительно мифом. Все зависит от того, сколько вы выпьете. Если вы пьете в пределах своей физиологической нормы, то ничего плохого не будет, если вы по понижающей или по повышающей будете пить. Итак, кружка пива, два бокала вина, две стопки водки, две самогона и три добровольца одинакового веса. Номер шесть будет повышать градус. Вы это все проходили? Ну, так бывает всякое в жизни. Номер семь будет пить в обратной последовательности. Важно одолеть весь набор за 45 минут. Приходилось проводить на спиды экспериментов? Нет, такой микс не приходилось. Номеру восемь тяжелее всех. Он должен смешивать напитки в произвольной последовательности. У меня останется где-то 43-44 минуты, чем мне делать это время. Вот это все вы планируете одолеть, да? Две минуты. Две минуты? Ну, а что? Веселая троица, они быстро нашли общий язык. У меня самое тяжелое. Нет, у меня все как бы ровно. Ваше здоровье, господа. И вот уже через час с небольшим первый визит к врачам дружественный. Через полчаса. Великий мужчина. Мой друг. После дыхания руль, хотя и так видно, ребятам одинаково весело. Уже не отличишь, кто повышал, кто понижал, а кто смешивал. Ну что вы, со звуком? Ну это шикарно. Про ночные приключения этой троицы мы еще расскажем. Но когда на утро всех участников с запоем и собрали в холе, эти трое смесителей были явными лидерами. Все они попали в группу нуждающихся в опохмелении. Все три варианта потребления алкогольных напитков и по восходящей крепости, и по нисходящей. И был у нас испытуемый, который смешивал произвольно, как хотел, так и предложенные напитки. Примерно результат был одинаковый. Эксперимент показал, не так важна последовательность, как количество алкоголя. Чем его больше, тем тяжелее похмелье. А если что и влияет на самочувствие, это газы. По сути дела газированный напиток и прежде всего пиво обеспечит взрывное, быстрое всасывание алкоголя. Пиво с водкой называется Йорш по-русски. И Йорш обеспечивает для некоторых любителей спиртного мгновенный удар по голове, и все хорошо. Для них. Но не для их бедного организма. В случае с шампанским волшебные пузырьки помогли молекулам спирта стремительно долететь до мозга и атаковать зону удовольствия. Неизвестно, что было дальше, но приехав к нам в научный бар в одиночестве, испытуемая под номером 2 возвращалась домой в паре. А девушка с вином только выспалась. Вроде не природный газ, а мечты сбываются. Что ж, давайте вновь вернемся к голове нашего испытуемого. 150 граммов водки уже добрались до зоны удовольствия. Александр, скажите, пожалуйста, что показывают приборы? На самом деле, это оказывается такой чувствительный, испытуемый к алкоголю. У него реакция очень выражена. Он говорит, что не очень чувствует, что на него действует алкоголь, но приборы показывают другое. Вы можете сейчас сказать, что ротодендрон есть гендраль? Да-да, ротодендрон есть гендраль. Как вы думаете, если бы мы ему еще сейчас налили, что было бы тогда? Ритмы, альфа-ритмы, те, которые свидетельствуют о релаксации, они постепенно будут уходить, а придут к нам медленные волны, свидетельствующие о том, что деятельность мозга немножко притупляется, дело идет ко сну. Ну что же, мы отпускаем нашего испытуемого в слегка приподнятом настроении. Несмотря на то, что он уже взбодрил мозг, ему надо сохранять ясность ума, а это трудно. Еще труднее после изрядной порции алкоголя объективно оценивать свое состояние. Бутылка пива, два бокала вина, потом четыре стопки водки, самогон, вообще-то он не пьет. Мне уже, короче, жена стала волноваться, типа, давай уже выпей, лучше, что-то грустно сидишь. Студент престижного столичного вуза, это интервью испытатель под номером 6 Антон Прокудин дал за пять минут до старта. Когда все уже вообще в вуз смерти, ты понимаешь, какие люди дураки, а? И тебе так стыдно за них. А это второе интервью, через 2 часа 15 минут после старта. Ты, мужик, мне нравится, ты классный. Антон на пике своей алкогольной активности. Плитка не очень ровно. Ну ты не падай на плитку. Не без труда проходит тест американских полицейских. Нархоман и враг. С левой ноги давай. Раз, два. Поворачивайся резко. Ты меня куда-то ведешь. Нет, у вас так неправильно. Теперь надо ответить на вопросы анкеты. Ослабленность. Нет. Ну да, напился, зато абсолютно здоров. Вега кровок в армии. Но сегодня именно на Антона наркологи положили глаз. У этого испытуемого, во-первых, сформировалась уже некая стадия алкоголизма начальная. Произошла полная противоположность в взглядах, в поведении. И она была настолько атипичным характером пьяния, что такое впечатление было, что перед нами совершенно другой человек. Вот и вы можете прямо сейчас провериться, алкоголик вы или нет. Итак, берите ручку, бумажку и считайте, сколько раз вы ответите «да». Вопрос первый. Замечали вы хоть раз за собой, что радуетесь, как ребенок в ожидании выпивки? Или, пуще того, ищите повод, чтобы выпить? А не хлопнут ли нам, примашки? Вопрос второй. Бывает так, что пьете тайком или в одиночку? Врач рекомендует снотворное. Третий тест. Случалось ли такое? Сначала топили горе в бутылке и как-то полегчало. А потом тяпнули рюмку для смелости и море по колено. Вопрос номер четыре. Выпили раз. После первого стакана не закусывали. Потом еще раз. Если после этого не могли остановиться, ставьте себе плюсик. Высокая толерантность или переносимость больших доз алкоголя, оно действительно свидетельствует о наличии заболевания. Итак, мы продолжаем наш тест. Может, вы пьете мало, но каждый день по рюмашке. Такое постоянство чревато психологической зависимостью. Отсюда вопрос номер пять. Было так, что выпили, мучились чувством вины. А потом искали себе оправдания. А кто не пьет? Назови! Шестой вопрос. Часто ли вам говорили, как выпьет, ну прямо душа компании? Или, может, вам хотелось нетрезвым подраться и громить все вокруг? Тест номер семь. А нет такого, что вы, как говорят финны, вдруг стали сужать репертуар? Холодная. То есть, крепко подсели на один напиток, увлеклись им. Слой яд. И никак не можете слезть. Кстати, если у вас на утро также трясутся руки, ставьте себе еще один плюсик. Это был вопрос номер восемь. Девятый вопрос. Вам никогда не хотелось с утра снова выпить? Шампанское по утрам. Или аристократ, или дегенерат. Ну и, наконец, десятый, последний. Тот самый случай с Женей Лукашиной. День после застолья напрочь ошибала память. Предположим, вы не помните, как вы попали в самолет. Да, нет. Но как вы вышли оттуда, вы должны были помнить. Да, да. Помнить должен. Но я не помню. Есть такой очень значимый симптом в заболевании алкоголизм, как забывчивость или там выпадение моментов своей алкоголизации. То есть то, что он был с друзьями в бане, и как он попал в Санкт-Петербург. Когда наш любимый новогодний киногерой Женя Лукашин пошел помыться, но вместо этого напился. Поглоточку. Когда слетал из Москвы в Ленинград, но этого не помнит. Нет, ты едешь дома. Когда открывая дверь, не мог попасть ключом в замок. Потом справился с замком, вошел в квартиру, но не заметил, что квартира чужая. Когда лег в кровать прямо в одежде. Ну и, наконец, когда протрезвел, вместо того, чтобы ехать домой, остался в гостях. А вот никуда я не пойду. Там стал искать повод выпить. Между прочим, до Нового года осталось две минуты. И выпил. Доктор Лукашин заработал семь штрафных очков. Уходите. Ой, друзья мои, вы меня так выручаете. Конечно, за удовольствие нужно платить. Вот и наш испытуемый под номером шесть клялся, что не пьет, а сам тайно участвовал в распитии незапланированной бутылки водки. В итоге доктор назначил процедуру. Один из способов быстрого протрезвления, который применяется в наркологии и широко используется в отрезвителях, это помещение пациента под холодные души. В народе это называется по методу Ипполита. Для этих же целей подойдет и технология из бриллиантовой руки. Кстати, наши добровольцы ее тоже опробовали на себе. На, 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 на. Да я могу так прилепить, что не встанет. Поэтому рецепт доктора – скорее душ. Десять минут под струей воды. В трезвом уме мало кто выдержит. Давай, 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 давай. Пьяным уже море по колено, а душ по барабану. 960 микрограмм – это почти две промилле у вас. Это очень большая величина. То, что вы были под душем, под холодным, это не помогло. И не снизило содержание алкоголя. А как вы сами себя чувствуете? В принципе, я нормально себя чувствую. Что же, подведем итоги анкеты. Если вы ответили «да» хотя бы два раза, у вас доклиническая стадия. Проблем нет, но не расслабляйтесь. Если узнали себя больше, чем в четырех случаях, у вас первая стадия алкоголизма. Задумайтесь. Если ответов «да» больше шести, беспокойтесь. Пора идти на прием к врачу. Если вы ответили положительно на все вопросы, значит, смотрите вы нашу программу не на сухую. Так что оторвитесь на минуту от стакана и послушайте тех врачей, которые выводили из запоя. Высоцкого, Мамонова, Панина. Сегодня вы услышите советы лучших столичных наркологов. Итак, я сейчас прошу наших гостей в студии проголосовать. Вы посмотрели этот сюжет. Кто себя узнал хотя бы в двух эпизодах? Поднимите руки. В четырех эпизодах кто себя узнал? Так. В шести эпизодах. Вы знаете, наше население меня поражает. Вот никто не поднял руки там больше двух, больше четырех. Когда анонимно провели этот тест в некоторых регионах России, западные специалисты поразились. У нас население спилось. Мы и так это знаем, но просто проблема в том, что мы врём себе. И на уровне индивидуальных людей, и на уровне властей. Вот вся страна врёт себе. А мне знаете, что важно в этой ситуации? Существуют работы, причём многочисленные, в которых показано, что в условиях принудительной алкоголизации наиболее близкая к нам модель, крысиная, да, крыса, в условиях принудительной алкоголизации становятся алкоголиками, они тоже становятся, но только в 25-28% случаев. Это статистика, это научные данные. То есть 75% населения вы можете сейчас успокоить. Дмитрий, у меня к вам вопрос. А вот какие симптомы того, что человеку пора уже с тревогой относиться к своему состоянию? С тревогой – это когда человек начинает понимать, что у него есть определённая потребность в алкоголе. То есть он понимает, что он себя дискомфортно чувствует в отсутствии напитков алкогольных. Вот смотрите, у нас было голосование в студии. Там, ну, какое-то количество людей, человек 10, подняли руки, может быть, даже побольше, что они обнаружили, что у них 6 из 10 плюсиков есть. Вот что делать этим людям? Обратиться за консультацию к доктору. А вот смотрите, обратишься за консультацию к доктору, тебя поставят на учёт. Это значит, всё, про автомобильные права забыл, в космос больше не полетишь. Нет, 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 но немножечко не так система в наркологии обстоит. Там достаточно длительный процесс реабилитации такого человека. Понимаете, у меня вот такой вопрос, да, ситуация, у меня там тяжёлая похмелье, вот с утра в интернет лезешь, и вот куча предложений, там 558 наркологических клиник, они выйдут к вам домой, ещё 500 примут вас у себя. Скажите, где мне зёрна от плевел отличить? Как отличить зёрна от плевел? Об этом наш следующий сюжет. Наш эксперимент, как отличить врача-мошенника от действительно опытного профессионала-нарколога. Николай меняет профессию. Актёр массовки, сегодня он сыграет роль алкоголика. По легенде, давно в запое, Николай будет вызывать на дом врачей-пахметологов. Всё, запах есть, клиент созрел. Сколько принял? Если посмотреть, уже литр. Дальше звонок в дверь. Это спаситель номер один, врач-анестезиолог. Вы можете сами пережить похмельный синдром. Не можете. Поэтому обращайтесь к нам. Этого доктора по объявлению нашёл наш корреспондент. Вот он, играет роль родственника пьяницы. Доктор сходу предлагает укол, таблетки. Мне не нравится. Я об этом и говорю, что другим путём пойдём. Всё. Максимально предсказуемая ситуация. Мы в вену делаем, да? Максимальный эффект действия. А в вену? Стоп. Максимальный эффект действия я вижу глазами, да? Чтобы в вену не влили лишнего, за происходящим следит профессиональный нарколог. Он сидит в соседней комнате у монитора и в случае опасности готов вмешаться. Уже готовая банка заряжена. Ни хрена себе. О, ребята, даёт. Заряженная банка – это капельница. Штатива для неё нет. Используют швабру. Впрочем, не это самое страшное. Проблема ещё в том, что есть препарат, который запрещённый. Внимание! Этот человек открыто признаётся, что привёз с собой запрещённый препарат – Дормикум. На колонах такого вообще быть не может. Что такое? В анестезиологии препарат применяется. Это препарат строгой учётности. И как он оказался у доктора на руках, вопрос очень сомнительный. Объясняя действия эпохметолога с улицы, врач-нарколог критикует и методику борьбы с запоем. Полное несоответствие всем принципам медицины. И главное – предостерегает о последствиях лечения на дому. Пациент, оставшись сам под воздействием алкоголя плюс лечения доктора, может, заснув, не проснуться. А теперь вернёмся в наш научный бар НТВ. Участники нашего научного застолья – люди незапойные, но у них тоже случаются проблемы с похмельем. Итак, пиво, вино, коньяк или самогон. Что лучше пить, чтобы на утро не было похмелья? Что такое похмелье с точки зрения науки? Это просто эффект постинтоксикации. Настоящие похмелья бывают у зависимых людей. То есть, когда утром болит голова, это не похмелье? Да, это постинтоксикация. Алкоголь уходит, а последствия остаются. В понедельник с утра полстраны это переживает. Головная боль, сухость во рту, дрожание рук. Итак, время распития пошло. Поскольку наша задача гарантированно вызвать похмелье, учёные решили давать участникам застолье дозу почти в полтора раза больше безопасной. Здесь взяли сверх нормы. Но это безопасная норма. Безопасная, чтобы не повредила организм. Но вы понимаете, она, так сказать, не смертельная. Какова смертельная доза? Это настолько индивидуально. Если я сейчас выпью вот это всё, плюс ещё одну бутылочку коньяка, я буду жив? Она словно в воду глядела. Конечно, наутро любитель коньяка был жив, но не сказать, что здоров. А если чё не видишь? Опа! Видишь, не так увидел? Внутри не буду показывать, потому что реально больно. Просто обскакивал человек, а тот человек мне локтём ба-бах. В общем, всё как в кино. Выпил, потерял сознание, очнулся. Швы. Вот на шатырь. Нюхаю, реально, я протрезвал. Я выпил нормально. Конечно, на шатырём народ не протрезвляется. Есть куда более народные методы. Кефир, рассол, бульон или пиво. Ещё раз с добрым утром. Я так понимаю, вы все только что прошли тесты, проверились у врачей. Значит, те, у кого врачи никаких проблем со здоровьем не обнаружили, эти участники утреннего застолья могут быть свободны. Остальные рассаживаемся вдоль левой стороны стола. Вот ваши стулья. Да чего ж я такая счастливая. Весёлые и задорные. Ещё вчера вечером они были командой. Не уморозь меня. Но сегодня утром в глазах ни огонька, ни молодцеватости. Очень плохо. Солнышко. Глава болит. Великолепно. А если налью, не откажусь. Нальём мы чуть позже, а пока ответ на вопрос. Какой напиток дал большее похмелье? Чем крепче напиток, тем тяжелее выход из состояния опьянения. Водка, самогон или коньяк. По версии учёных, состояние здоровья у любителей крепкого было одинаково тяжёлым. Лучше всех себя чувствовал человек с пивом. Он очень быстро пьянел, но состояние его, достигнув какой-то определённой точки, оно стабилизировалось и уже более пьяным он не становился. Системное потребление пива грозит пивным алкоголизмом. Впрочем, вернёмся к нашему актёру, который играет водочного алкоголика. Здрасте. Чего? Его тоже надо похмеляться. Теперь на вызове доктор номер два. Ну, вообще вот стрёмного вот этого. Чего стрёмного? Вот он вообще вену вот что-то. Ничего. Понятно, что актёр-алкоголик интересуется, а не опасно ли. На что доктор отвечает, внимание, если я до сих пор работаю, значит не сидел. Если я до сих пор работаю, значит не сидел. А если я не сидел, значит убил, если то не многих. Убили? Если и убил, то не многих. Правда? Мы не случайно позвали именно этого врача. Его координаты нам дала москвичка Валентина Сорокина. Два года назад она тоже вызвала его вывезти из запоя сына. Первым делом, как они вошли, вы знаете, сколько с вас денег требуется? Я говорю, да, вы мне сказали. Я согласна. Сначала деньги, потом капельница. Это всё так похоже на наш эксперимент. Вот только её сын, в отличие от нашего актёра, с доктором не спорил. И вдруг я что-то подошла, вот так к кушетке-то, посмотрела, а он, понимаете, бледный, губы синие, и уже почти не вешает. Сын еле дышал, но к этому времени доктор уже уехал. Мы стали встречать. Он даже был мёртв. А ведь это как раз тот самый случай, о котором предупреждал нас нарколог Кубарев. Пациент, оставшись сам под воздействием алкоголя плюс лечения доктора, может, заснув, не проснуться. В тот день, ещё когда сын умирал, мать стала разыскивать доктора. Звонила и на мобильный, и в офис. Ведь он умер, умер, умер пациент, от которого только что уехали. Да, сейчас я соединю. И бросила трубку. И всё. Я есть, был и буду. Это большая редкость откровения врача-пахметолога, которого суд признал мошенником. Вы понимаете, вот вы привозите больного, да, привели больного. Понимаете, вот у вас руки дрожат, там броши, кажется, и вы стараетесь последний себя снять. Я всегда говорю, я что-нибудь богат. Мне ничего не надо от вас. Но есть определённый, кажется, бескурант цен. Эффективное лечение зависимости, уникальная методика. Такие объявления давал Зубков в Саратове. В конце подпись доктор медицинских наук, профессор. Позже следствие выяснит. Образованию профессора всего пять классов. Врачи установили, что он психически больной, как говорится, и нуждается в принудительном лечении. Я пояснил некоторым учёным-фаркологам, если мы, мягко выражаясь, в бутылку бросаем корбит, там вода, корбит, там накапливается, естественно, газ, метон, она скупорена, естественно, как-то начинает давить на стенки, и вольно-невольно она её разорит. Вот. Мы также как бы хотели такую же вакцину сделать. Чудо-вакцина алкоголиков не брала и из Саратова Зубков сбежал в Иваново. Успешный предприниматель, сейчас у него здесь собственная фирма с озвученным названием «Генерал». Для меня любая антиреклама, реклама, для меня роли никакой не играет. Я есть, был и буду. Алкоголь – это действительно очень важная и нужная вещь. Психотерапевт Александр Васютин алкоголем лечит от стресса. Пациентам он рекомендует не пить таблетки-антидепрессанты. Логика лечения стара, как мир. Все болезни от нервов, а когда болит душа, и лекарство должно быть душевным. Замёрз, выпил, потеплело, так сказать, да. Там где-то там расстроенный, когда разнервничался, выпил, успокоился, так сказать. Доктор и сам по вечерам снимает стресс бокалом вина. Ежедневно я имею на это право. И другим рекомендует. 100 грамм в перерасчёте на водку. Для пациента самая большая проблема васютинского антидепрессанта – держаться в рамках дозы. Соблазн пролечиться как следует очень велик. Раз, два, три. Спать. Спать. Поэтому рецепт успеха к стопке полагается сеанс гипноза. Часть я, которая ответственна за употребление алкоголя. Ты меня слышишь? И если да, то останови движение руки. Вот ты заставляешь первое я употреблять большие дозы алкоголя, потому что ты считаешь, что ты таким образом приносишь пользу организму, да? Да. Может из-за гипноза, а может просто от природной выносливости, но спустя неделю, когда Анатолий приехал к нам в научный бар, на утро он себя чувствовал явно лучше других. Он даже в список нуждающихся не попал. Итак, мы наконец раздаем средства для борьбы с плохим самочувствием. Вам предстоит встретить утро с кефиром. Вам стакан молока, стакан водки для дезинфекции, кофе, огуречный рассол. Это капустный. Ну и наконец классический вариант, специально для героя вчерашних приключений, два бокала пива. Считается, что молоко надо выпить для того, чтобы адсорбировать токсические вещества. Кефир, потому что он кислый. Принципиальных различий мы не обнаружили. Состояние с течением времени улучшалось у всех. Понятно, что время лечит, а если с рассолом? Состояние улучшается ненадолго. Но капустный явно эффективнее, ведь в отличие от огуречного, в нём содержатся кислоты, которые нейтрализуют яды. А помогает ли кофе? Если человек очень пьян, то чашечка кофе ему не поможет, не улучшит состояние, но и не ухудшит. Удивительно, но самым действенным способом борьбы с похмельем оказался тот самый идеологически неверный. Оптимальным, наверное, является приём небольшого количества алкогольного напитка. Но я ещё раз хочу оговориться, очень небольшого и одноразового. С водкой всегда так. Если она и хороша, то в меру. А наше застолье было хоть и научным, но похмелье-то русским. Поправив здоровье водкой один раз, они повторили без разрешения врачей ещё раз, потом ещё и ещё, и полбеды напились сами, спровоцировали других. И в осеннюю пору дождливую... Вот так, с шутками и прибаутками, люди начинают спиваться и попадают в руки наркологов. Хочешь бухать? Бухай, пожалуйста, у нас. Не корми наркологию. Нам в больнице денег не платят. Запомните эти слова. Нам в больнице денег не платят. Главный итог этого эксперимента. Ни один из вызванных на дом врачей не предложил Николаю лечиться в больнице. Так что спасение выпивающих – дело рук самих выпивающих. У нас в студии врач-психиатр Александр Михайлович Васютин, который алкоголем лечит. Не алкоголем лечит, алкоголиков я лечу. Но это не самое главное. Нет, подождите, это разные вещи. Мы сейчас говорим о принудительной какой-то там алкоголизации. Вы о чём говорите вообще? Если бы не алкоголь, многие люди взорвались бы, просто взорвались. Вот до 100 грамм водки для мужчины, оно приносит только пользу, ничего кроме пользы. За какое время? За вечер, за сутки, сутки. До 100 грамм водки приносит только пользу и ничего кроме пользы. Другой вопрос. Кто? Кто? Вы доктор. Я 20 лет это делаю, на себе эксперимент провожу. Так сказать, вот видите, я прекрасно выгляжу. У вас это хорошая алкоголь для гидрогеназа. Александр Михайлович, вы взбудоражили население. Сейчас полстраны думают о том, как у вас пролечиться. Можно мы проведём эксперимент в студии, очень короткий. Здесь уже не раз говорили, что существуют данные научных исследований о том, что 50% мужчин в России в трудоспособном возрасте умирают по причинам, связанным с алкоголем. Это показали научные исследования. Я прошу аудиторию поднять руки, кто верит в эти данные, с ними знаком и согласен. Не верим. Итак, вы считаете большинство, что учёные подтасовывают факты, либо что мы вам просто врём. Таких исследований не было. Правильно я поняла аудиторию? Итак, наши российские мужчины умирают от алкоголя, но никто в это не верит. Вот в чём, мне кажется, наша главная задача. Сколько бы людей умерли в нашей стране, если бы в нашей стране не было алкоголя? На полмиллиона меньше в год, то есть на 25%. Намного больше. Поверьте мне, я специалист. К подтверждению сказанному, очень много литературных и музыкальных произведений было создано по принятии некоторого количества алкоголя. Сейчас шла речь о вот этих вот чёрных, серых и так далее, пахметологах. Даже мы слово-то найти не можем. Мошенники, правильно? Которые с диазепамом, я знаю, могу сказать, с диазепамом, с этими ампулами бегают по похмельным больным. Диазепам – это что-то запрещённое? Это сильно действующее психотропное средство. Он снимает похмелье. Которые нельзя использовать. Но если в крови остался алкоголь, а он же не проверяет, остался там или нет, то в сочетании с алкоголем может отвертельный исход. И вот с этими ампулами мы знаем, каким образом получаются эти ампулы. Вот они бегают по этим больным и колют им диазепам в беду. Владимир Павлович, расскажите, пожалуйста, бытность работы в имени наркологии, вы имели доступ к проверке многих так называемых средств по борьбе с похмельем. Вот та самая знаменитая таблетка КГБ, она существует или нет? Выпил и вроде как не пьянеешь. Ну, я не знаю в отношении таблеток КГБ, но то, что вот таблетки под названием СКС вы говорили, то есть таблетка, которая включает в себя экстракт гребней винограда, то есть полифенольный комплекс, и то вещество, которое присутствовало вот в этой водке, про которую мы смотрели, это вещество реально работает, но оно работает не в том смысле, что позволяет много пить или избежать утренних страданий. Это вещество, набор этих компонентов препятствует развитию целого букета последствий хронического длительного употребления спиртного. Это поражение печени, поражение сердца, поражение мозга и так далее. И в частности, вот этот экстракт препятствует развитию алкогольной зависимости. То есть из всех вот веществ естественных, природных, которые существуют на сегодняшний день, вот эта вещь, пожалуй, наиболее эффективна. Владимир Павлович, а это, вот вы говорите, что эта вещь действует, она единственная из беспокмельных средств, которая действует, или есть еще что-то на рынке в наше время? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что на рынке сейчас присутствуют какие-то удивительные средства, и не могу вот всем рекомендовать что-то, потому что все это, если и дает какой-то эффект, то он настолько мизерный, что уповать на это средство совершенно не представляется. Вот я подготовился к программе, я взял, я, слава богу, заклеил название, чтобы не рекламировать. Это очень модное средство такое сейчас есть, которое офисные работники очень любят. То есть вечера выпил на корпоративе, а с утра совет директоров, и нужно, чтобы от тебя там не пахло, башка не болела, варила хорошо. Так вот, это средство было достано, что называется, из аптечки десантника. Это предназначалось для борьбы с отравлениями и при этом люизитом, то есть тяжелыми металлами. Называется унитиол такое вещество, оно связывает действительно вот этот вот яд, уксусный альдегин. Довольно эффективно в первые часы, и офисные работники с утра заглатывают его. Оно под коммерческим названием под определенным продается, рекламируется везде. Так вот, у него список побочных эффектов таков, что в течение, если вы будете принимать его в три совета директоров, то на четвертый вы уже придете, не знаю, там, с тяжелым циррозом печени, да, потому что само это вещество чрезвычайно ядовито. Оно, конечно, имеет кратковременный эффект, освобождает вас от утренней головной боли, но печень гнобит похуже самой водки. Вот в чем дело. А есть же актерский старый способ. Перед выпивкой, или перед сном после выпивки принимаете полторы таблетки аспирина. И все проходит. Так делали старые народные артисты. И действительно, почему мы пьем, это, возможно, самый сложный вопрос в нашем эксперименте. Ведь совсем не случайно алкоголизм называют общей бедой. И самые знаменитые и богатые люди подвержены ему не меньше бездомных и нищих. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Чернышевский, Булгаков, Маяковский. В русской литературе трезвенников ни одного. Сергей Есенин гений был, да, но пивший, как последний сапожник, и тоже был подзаборной пьяницей. Еще один поэт, Александр Блок, но тоже пил, как лошадь. Есенин, пьяница, Блок пил, как лошадь. С такими формулировками это похоже на оскорбление. Ведь великие все лица. Но доктор-психиатр Михаил Буянов алкоголиков не любит. И не хочу я их видеть, не могу этих пьяниц. А знаменитых тем более. Ведь Буянов на собственном опыте знает, каково это маяться с пациентом-гением. Я с ним случайно столкнулся и всячески старался избавиться от этого Высоцкого. Фактически ему навязали следить за Высоцким. Зато теперь психиатр Буянов один из лучших экспертов, разбирающихся в теме «Талант и вино. Есть ли связь?». Когда я с ним общался в 65-м году, он, значит, был сформировавшимся давным-давно алкоголиком. Память разрушалась, характер менялся по алкогольному типу, шуточки были алкогольные. Говорить он мог только на алкогольные темы. И я не люблю, когда мне лезут в душу! Высоцкий не любил, когда ему лезли в душу. Но психиатру по роду службы положено лезть. Молодой парень, там, сколько, 26 лет ему было или 27. Если юный талант спивается, то отчего? В роду у него никто не пил. Он вообще уникальный был больной, потому что у него было громадное честолюбие. Честолюбцы всегда хотят быть первыми. И когда у них не получается, хватается бутылка. Я очень не люблю пьяных людей. В отличие от поэта Высоцкого, поэт Макаревич в запои не уходит. Мне неинтересно с ними общаться. В этом их главное отличие. Высоцкий пил с горя, Макаревич злоупотребляет в удовольствие. Так же, как индейцы использовали, используют грибы, травки и прочее, чтобы общаться с какими-то параллельными мирами, разговаривать с духами и богами. Алкогольный талант музыканта Макаревича в том, что он знает, как дойти до стадии алкогольной нирваны, и главное, как в ней зависнуть. Чтобы оказаться в правильной точке этой параболы, получать удовольствие и не быть обременением для окружающих. Но на Руси пьют не параболами, а стаканами. И простой народ и гений. Все мы пролетаем мимо стадии медитации и вроде тоже уходим в параллельный мир, только другой без участия богов. Если Есенин, крестьянский паренек, когда напивался, он видел чертей, как и положено примитивным пьяницам, то когда Блок напивался, он видел прекрасную даму. Алкоголь замечательная вещь. Замечательная. Просыпался, пил бы и замечательно себя чувствовал бы. Послушать, какой молодец. Вот только окружающие что-то не любят Панина в те дни, когда он под градусом. В тот самый случай, когда вместо одного-двух, там, трех дублей делали по десять. Чего ты себя пионера-то корчишь? Ты что, за рулем никогда пьяным не ездил, что ли? Артисты склонны к пьянству, но пьют далеко не все. Редко, когда они допиваются до клинических форм, так? То есть в основном это у них распущенность. Впрочем, не надо давить на совесть. Пьющий и сам все понимает. И самому себе он противен больше, чем остальным. Я прекрасно понимал, что я ничего не смогу изменить при помощи алкоголя. Я, вот я решил, что мне так легче. И вдвойне легче, если ты не один. За что пьем? И уж совсем легко замотивировать себя на пьянство, зная, что твои кумиры тоже пьют, а тебе так хочется быть с ними в одном строю. Можно вспомнить, конечно же, великих людей, как Владимир Васильевич Высоцкий. Пил Высоцкий, пил Даль. Даль, Бурков, Ефремов, Шукшин. Многие наши любимые актеры, они тоже пили. Во-первых, я не могла мало выпить. Мне надо было пить уже, как, не хочу смешить, но до встречи с землей. И, в общем, это была цель этого процесса, напиться. Кому чего? Водка, виски, шерри. Творческих людей лечить, это сущие муки. Вот какой бы я ни был, но это я. А ты не вмешивайся в мою жизнь. 65-й год, Москва, психбольница номер 8. После звонка из райкома партии, главврач вынужден был выделить палату для пациента Высоцкого ВС. Первый день он меня обдурил, после чего я возненавидел его еще больше. Он отпросился у меня, чтобы пойти в туалет, а в туалете кто-то для него спрятал водку, и он там надрался, и вышел на сцену полу такой шатающийся, сбывавший текст. После этого Буянов провел профилактическую беседу. Владимир Семенович больше это не повторится. Потом внушительную. Это был самый настоящий сеанс гипноза. Я не трогаю тебя как художника. Делай, что хочешь. А я обращаюсь к тебе только как пьяница. И хочу, чтобы ты в моем присутствии не пил, а если вдруг захочешь пить, и не дай бог выпьешь, у тебя начнется неукротимая рвота, и она погубит твое искусство. Жена Марина Влади не раз пыталась повлиять на мужа и даже настояла на вшивании. Реально, это плацебо. Но поскольку артисты люди очень внушаемые и очень эмоциональные, они живут за счет эмоций, да, то на первых порах это производит колоссальное впечатление. Это наверняка знают все, кто боится зашиваться. После капсулы ты перестаешь быть самим собой. Вот и Высоцкий говорят, сам выковырял капсулу без согласия врачей. Видя, что этот человек абсолютно не хочет лечиться, никто и не хотел с ним связываться. И хотя он обошел почти все московские психиатрические больницы и не по одному разу, но после 70-го года и 72-го его никто не лечил. Может, имея перед собой пример Высоцкого, а может, просто из чувства самосохранения, в прошлом пьянице теперь многие знаменитости раскаиваются. Я упал в ресторане башкой вниз, сломался череп, потерял обоняние и проснулся чуть ли не на том свете. Есть Бог, и Он меня сюда вернул в эту жизнь. После этого я резко перестал пить. Что, вы думаете, не хочется выпить? Хочется. Вот и культовый рок-музыкант Петр Мамонов прошел свою дорогу от алкоголизма к трезвости через Бога. Так случилось, что я вот известный человек, то все другое. Рок-музыка, я тоже пил водку сильную. Иван Грозный в фильме «Царь». Чего ждете, сервецы? Отец Анатолий в острове. Вот тебе неблагословение! Сейчас Петр Мамонов редко появляется в кино, он и интервью почти не дает. К себе в деревню Мамонов пригласил нас с одним условием. Мы расскажем зрителю, что алкоголь – это зло. Врач у нас один. Это Бог. Он же отец. Это же не дядька с палкой. Он же хочет нам блага только. Когда с пахмейда колотит, это что? Говорит, посмотри, как плохо. Ну, не надо, хватит. Песенька, хватит. Нет, песенька опять. Я сам прибежал к Дмитру Алексеевичу. Он бегал. Он меня от смерти спасал. Петр Мамонов и Дмитрий Кубарев их отношения начались так же, как у Высоцкого с Буяновым. Спевающийся актер и врач-нарколог нашли друг друга. 50 лет уже было дураком. И все сам. Все я сейчас. Все это. Пошли вы. Рецепт запоздалой, выстраданной мамоновской трезвости состоит из нескольких пунктов. Первая – деревня. Начал с того, что посадил одну картошку. Что это может быть на нашем жизни? Пять минут не пил. В деревне картошка, огород и каждый день труд. Что вы думаете, не хочется выпить? Хочется. Много раз на дню. Раз опять с гневом туда. Пошел вон, раз – нету. Еще круче, сильнее становится. Силы подаются аж подрожить. Трепещешь весь. Выходит, водка, третья и, возможно, главная беда России. А главный пункт трезвой жизни Мамонова – вера. А где вера, там и освобождение от греха. От алкоголя не отказ, а попытка. Попытка. Сегодня не будет. И всем советую. Я бросил это нею. Откуда ты знаешь, бросил ты нею? Не знаем, насколько нам удалось выполнить просьбу гостеприимного рок-музыканта. Но, как он сказал, если после этой программы хоть один зритель перестанет пить, – это уже хорошо. Поэтому, напоследок, конкретный совет. Стакан налил. Серьезно. Вот уже выпьем. Все. Не думай. Черпише. Засеки пять минут. Погляди, что будет. Гарантирую, из ста десять не выпьют. Во. Зуб даю. Последний. Пить или не пить – решать, конечно, вам самим. Мы же можем только помочь советам. Здесь 200 протоколов исследованных нами алкогольных напитков. Водка, вино, пиво, шампанское и даже парфюмерные лосьоны. Тут есть и названия, и производители. И главное – ответ на вопрос – продукт прошел проверку или нет. Теперь все эти результаты вы можете найти в нашем блоге, адрес которого вы видите сейчас на экране. А я, Алексей Егоров, прощаюсь с вами. Это была Водка. История всероссийского похмелья.